Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение биологии. Тема нашего урока сегодня «Историческое развитие органического мира на Земле». Сегодня на уроке мы рассмотрим развитие органического мира в архийскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Познакомимся с эволюционным развитием растений, узнаем об эволюционном развитии живого мира. Биологическая эволюция продолжается на Земле более трех миллиардов лет. С момента возникновения первых клеточных организмов, благодаря естественному отбору, появилось бесчисленное множество форм живых организмов. И все же все ныне существующие на Земле виды живых организмов – лишь очень небольшая часть того видового разнообразия, которое существовало на нашей планете за долгую историю. Некоторые ученые оценивают общее число живших на Земле видов в 50 и более миллионов. Всплески видового разнообразия сменялись массовыми вымираниями, когда за сравнительно короткое время с лица нашей планеты исчезали многие виды живых существ. Однако, всякий раз их место занимали новые формы жизни, и некоторые из них оказывались сложнее, чем их предшественники. Наша планета сформировалась около 4,6 миллиарда лет назад. В течение миллиона лет на Земле накапливались останки некогда живших существ. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов можно проследить всю историю развития живой природы. Богатый и разнообразный материал для развития эволюционных взглядов дала палеонтология, которая исследует историю жизни по сохранившимся останкам и отложениям. Самые крупные подразделения геохронологической летописи – эоны. Выделяют два эона – криптозой и фанерозой. Их названия произошли от греческих слов. Криптозой – тайная жизнь, фанерозой – явная жизнь. Эоны делятся на эры. Криптозой делится на архей и протерозой, а фанерозой на палеозой, мезозой и кайнозой. Эры, в свою очередь, делятся на периоды, а периоды – на эпохи и века. Итак, палеозойская эра делится на шесть периодов – кембрий, ордовик, силур, девон, карбон или каменно-угольный период и пермь. Мезозойская эра делится на три периода – триаз, юра, мел. Кайнозойская эра делится на три периода – палеоген, неоген и четвертичный период. Первые полтора миллиардов лет после образования Земли живых организмов на ней не существовало. Этот отрезок времени называется катархей, что в переводе с греческого означает «ниже древнейшего». В это время активно идет образование земной поверхности, происходят активные вулканические и горнообразовательные процессы. На стыке катархея и архейской эры произошло зарождение жизни. Об этом свидетельствуют находки жизнедеятельности микроорганизмов в горных породах, возраст которых достигает 3,5 до 3,8 миллиардов лет. Данная эра длилась около 900 миллионов лет, но не оставила практически никаких данных о существовании органической жизни. Существование таких пород, как мрамор, известняк, углекислых веществ говорит о существовании в тот период прокариотических организмов – бактерий и цианобактерий. Они жили в морях, возможно, выходили на сушу. На суше происходили почвообразовательные процессы, а моря насыщались кислородом. Именно в архейскую эру произошли три очень важных события – появление фотосинтеза, полового процесса и многоклеточность. В протерозойской эре в морях уже обитало много разнообразных водорослей, в том числе прикрепленных ко дну форм. Суша была безжизненной, но по берегам водоемов начались почвообразовательные процессы в результате деятельности бактерий и микроскопических водорослей. Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В протерозойских отложениях находят представителей вполне сформировавшихся типов животных – губок, кишечно-полосных, членистоногих. В начале палеозойской эры растения населяют в основном моря, но в ордовике, силурии появляются первые наземные растения – псилофиты, занимающие промежуточное положение между водорослями и наземными сосудистыми растениями. Псилофиты уже имели проводящую систему. Первые слабодифференцированные ткани могли укрепляться в почве, хотя настоящие корни, как и настоящие побеги, отсутствовали. Уже в засушливом дэвоне совсем исчезают псилофиты и широко распространяются хвощи, плауны, папоротникообразные. Еще большего развития достигает наземная растительность в каменно-угольном периоде – карбоне, характеризующемся влажным и теплым климатом. Появляются голосеменные растения, произошедшие от семенных папоротников. Переход к семенному размножению дал растениям много преимуществ. Зародыш в семенах теперь защищен от неблагоприятных условий. Оболочками и обеспечен пищей стал иметь диплоидное число хромосом. Участие голосеменных растений хвойных процесс полового размножения уже не связан с водой. Опыление у голосеменных осуществляется ветром, а семена снабжены приспособлениями для распространения животными. Эти и другие преимущества способствовали широкому расселению семенных растений. Крупные споровые растения вымирают в пермском периоде в связи со значительным иссушением и похолоданием климата. Животный мир в палеозойской эре развивался чрезвычайно бурно и был представлен большим количеством разнообразных форм. Пышного расцвета достигает жизнь в морях. В кембрийском периоде уже существуют все основные типы животных, включая хордовых, губки, кораллы, иглокожие, моллюски, громадные хищные, ракоскорпионы. Вот неполный перечень обитателей кембрийских морей. В Ордовике продолжается совершенствование и специализация основных типов. В геологических отложениях этого периода впервые обнаруживаются остатки животных, имевших внутренний осевой скелет, бесчелюстных позвоночных, отдаленными потомками которых являются современные миноги и миксины. Крупный ароморфоз – это появление хватательного ротового аппарата. Он вызвал перестройку всей организации позвоночных. Возможность выбирать пищу способствовала улучшению ориентации в пространстве путем совершенствования органа чувств. Первые челюстно-роты не имели плавников и передвигались в воде путем змееподобных движений. Однако этот способ передвижения при необходимости поймать движущуюся добычу оказался неэффективен, поэтому для улучшения передвижения в воде имели значение кожные складки. В филогенезе определенные участки этой складки развиваются дальше и дают начало плавникам, парным и непарным. С увеличением размеров складок потребовался скелет для их укрепления. Скелет возник в виде ряда хрящевых, а затем костных лучей. В водоемах продолжалось бурное развитие низших позвоночных. Предполагается, что позвоночные возникли в мелких пресноводных водоемах и лишь затем переселились в моря. В Девоне позвоночные представлены тремя группами – двояко дышащими, и лучеперами, и кистеперами рыбами. В конце Девона появились насекомые – кормовая база для будущих наземных позвоночных. Кистеперые рыбы были типично водными животными, но могли дышать атмосферным воздухом с помощью примитивных легких, представлявших собой выпячивание стенки кишки. Чтобы понять дальнейшую эволюцию рыб, необходимо представить климатические условия в Девонском периоде. Большая часть суши была безжизненной пустыней. По берегам пресноводных водоемов в густых зарослях растений обитали кольчатые черви, членистоногие. Климат сухой, с резкими колебаниями температуры в течение суток и по сезонам. Уровень воды в реках и водоемах часто менялся. Многие водоемы полностью высыхали, зимой промерзали. Водная растительность гибла при пересыхании водоемов, накапливались и затем гнили растительные остатки. Все это создало очень неблагоприятную среду для рыб. В этих условиях их могло спасти только дыхание атмосферным воздухом. Таким образом, возникновение легких можно рассматривать как идиоадаптацию к недостатку кислорода в воде. При пересыхании водоемов у животных были два пути спасения – зарывание в ил или миграция в поисках воды. По первому пути пошли двоякодышащие рыбы, строение которых почти не изменилось со времени Девона и которые обитают сейчас в мелких пересыхающих водоемах Африки. Эти рыбы переживают засушливое время года, зарываясь в ил и дышат атмосферным воздухом. Лучеперые рыбы имели плавники, поддерживающиеся отдельными костными лучами. Они широко распространились и сейчас представляют собой самый большой по числу видов класс позвоночных. Приспособиться к жизни на суше смогли только кистеперые рыбы. Их плавники имели вид лопастей, состоящих из отдельных костей с прикрепленными к ним мышцами. С помощью плавников кистеперые рыбы крупные животные от полтора до нескольких метров в длину могли ползать по дну. Эти рыбы имели две основные предпосылки для перехода в наземную среду обитания – мускулистые конечности и легкие. В конце дывона кистеперые рыбы дали начало первым земноводным – стегоцефалам. Для приспособления к жизни на суше потребовалась коренная перестройка всей организации животных. Конечность из цельной упругой пластинки преобразуется в систему рычагов, разделенных суставами. Наибольшая нагрузка падает на поезд задних конечностей, который становится значительно более мощным. Конечности, особенно задние, удлиняются. Между позвонками развиваются суставы. Появляются слезные железы, подвижные веки, мышцы, втягивающие глаза внутрь орбиты. Все это защищает роговицу глаза от высыхания. Боковые сегменты мышц разделяются на большее число отдельных мышц, прикрепляющихся к разным частям скелета. Движение по суше связано с необходимостью увеличения подвижности головы, вследствие чего у наземных позвоночных череп обособляется от костей плечевого пояса. Большая подвижность конечностей сопровождается отделением мышц плечевого пояса от боковых мышц тела и сильным развитием брюшных мышц. На протяжении каменно-угольного периода стегоцефалы жили, питались и размножались в воде. Они выползали на сушу, но не совершали сколько-нибудь значительных миграций. Стегоцефалы разделились, то есть дивергировали на большое число форм, от крупных рыбоядных хищников до мелких, питавшихся беспозвоночными. На суше у стегоцефалов не было врагов и имелся обильный корм черви, членистоногие, достигавшие крупных размеров. Многие группы земноводных переходили к жизни на суше и возвращались в воду только для размножения. В пермском периоде происходило поднятие суши, а также иссушение и похолодание климата. Амфибии вымирают как из-за ухудшения климатических условий, так и вследствие истребления подвижными хищными рептилиями. Еще в карбоне среди стегоцефалов выделилась группа, имевшая хорошо развитые конечности и подвижную систему двух первых позвонков. Представители группы размножались в воде, но уходили по суше дальше амфибий, питались наземными животными, а затем и растениями. Эта группа получила название котилозавров. В дальнейшем от них произошли рептилии и млекопитающие. Рептилии приобрели свойства, позволившие им окончательно порвать связь с водой. Внутреннее оплодотворение и накопление желтка в яйцеклетки сделали возможным размножение на суше. Ораковение кожи и более сложное строение почки способствовали резкому уменьшению потерь воды организмом и широкому расселению. Грудная клетка обеспечивала более эффективный тип дыхания, всасывающий. Отсутствие конкуренции вызвало широкое распространение рептилий по суше и возвращение части их в водную среду. Мезозойская эра наступила около 230 миллионов лет назад. Климатические условия той эпохи благоприятствовали дальнейшему развитию жизни на планете. Все это время еще господствовали голосеменные растения, но около 140 миллионов лет назад появляются покрытосеменные или цветковые растения. В морях господствуют головоногие моллюски и костные рыбы. На суше обитают динозавры, гигантские ящеры, а также живородящие ихтиозавры, крокодилы, летающие ящеры. Но гигантские присмыкающиеся быстро вымерли. В начале мезозоя около 200 миллионов лет назад от группы птицитазовых присмыкающихся происходят первые птицы, а от группы звероподобных рептилий первые млекопитающие. Теплокровность, высокий уровень обмена веществ, развитый головной мозг позволили птицам и млекопитающим занять главенствующее положение на планете. Кайнозойская эра началась около 67 миллионов лет назад и продолжается по сей день. Первый период называется палеоген, второй неоген, третий антропоген. В этом периоде сейчас мы живем. В начале кайнозойской эры завершаются горообразовательные процессы, начавшиеся в конце мезозоя. Обособляется средиземное, черное, Каспийское и Аральское моря. Устанавливается теплый, равномерный климат. На севере преобладали хвойные, на юге растительность теплого и умеренного климата. Вся Европа была покрыта лесами, состоящими из дуба, березы, сосны, каштана и других. В тропиках росли фикусы, лавровые, гвоздичные, эвкалипты и другое. В четвертичном периоде кайнозойской эры, это примерно 2-3 миллиона лет назад, наступило оледенение значительной части земли. Ледяной покров доходил в среднем до 57 градусов северной широты, достигая в отдельных районах 40 градусов северной широты. Теплолюбивая растительность отступает на юг или вымирает. Появляется холодоустойчивая травяная и кустарниковая растительность. На больших территориях леса сменяются степью, полупустыней и пустыней. Формируются современные растительные сообщества. Развитие животного мира в кайнозойскую эру характеризуется дальнейшей дифференциацией насекомых, интенсивным видообразованием у птиц и чрезвычайно быстрым прогрессивным развитием млекопитающих. Млекопитающие представлены тремя подклассами. Однопроходными, утконос и ехидно, сумчатыми и плацентарными. Однопроходные или яйцекладущие млекопитающие возникли независимо от других млекопитающих еще в юрском периоде от звероподобных рептилий. Сумчатые и плацентарные млекопитающие произошли от общего предка в меловом периоде и сосуществовали до наступления кайнозойской эры, когда произошел взрыв в эволюции плацентарных. В результате чего эти млекопитающие вытеснили сумчатых с большинства континентов. Наиболее примитивными были насекомоядные млекопитающие, от которых произошли первые хищные и приматы. Древние хищные дали начало копытным. В палеогене млекопитающие начинают завоевывать море. Это китообразные, ластоногие и другие. К концу неогена встречаются уже все современные семейства млекопитающих. Одна из групп обезьян, австралопитеки, стала родоначальницей ветви, ведущей к роду человек. Оледенение четвертичного периода, достигшее максимального распространения около 250 тысяч лет назад, способствовали развитию холодоустойчивой фауны. На Северном Кавказе и в Крыму встречались мамонты, шерстистые носороги, северные олени. Накопление ряда крупных ароморфозов в процессе биологической эволюции привело к качественному скачку, социальной форме движения, материи и возникновении человеческого общества. Сегодня на уроке, ребята, мы рассмотрели развитие органического мира в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Познакомились с эволюционным развитием растений, узнали об эволюционном развитии животного мира. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!